Последний раз Евгений Ептушенко был в Омске в июне этого года. Поэту 83. Он, несмотря на возраст, активно путешествует по стране с концертами. Он называет себя гражданским поэтом и несет гражданскую лирику один за всех поэтов-шестидесятников, которых сегодня уже нет живых. Полтора часа назад в Доме журналистов открылась выставка профессии репортер. Ее автор Максим Кармаев – фоторекорреспондент, который сотрудничает с федеральными, региональными и городскими изданиями. Фамилия Кармаев достаточно известна у омской журналистики. Отец Максима – яркий фотограф Евгений Кармаев. Он уже три десятилетия с помощью своего объектива дает возможность амичам увидеть главные события в городе. И вот традиции продолжаются. Я сильно не могу хвалить Макса, Максима. Ему от меня достается все время. И сейчас я буду говорить скромно. Я думаю, что работать, работать, еще раз работать. Искать темы, собирать материал, делать выставки. Вот чем он должен заниматься. Трудиться еще много. Так что творческих только ему успехов пожелаю, чтобы не ленился. На выставке Максим Кармаев представляет оригинальный взгляд на работу коллег. Это журналисты, телеоператоры, фоторепортеры. Каждый из них запечатлен в неожиданной, нестандартной, часто скрытой от большинства зрителей и читателей обстановке. Я люблю свою работу, люблю, чем я занимаюсь. Это, как говорят, 365 дней. Занимайся тем, что ты любишь и 365 дней у тебя будет отдых. Я с удовольствием хожу на мероприятия, общаюсь с людьми, делаю красивые кадры, которые потом можно показать, выставить. Стараюсь всегда фотографировать лучше всех, добиваться результата. И тут на выставке представлены профессии репортера, мои коллеги. Сразу три из 29 работ посвящены сотрудникам телерадиокомпании «Антенна-7». Вот Анна Рыбина делает репортажи о пожаре в центре Омска. Вот она берет интервью на борту самолета. А вот уже идет подготовка к прямому эфиру выпуска программы «Новости». Выставка доступна в Доме журналиста до 31 декабря.